Во втором по величине городе Курганской области насчитывается около 160 объектов культурного наследия регионального федерального уровня. Основой его историко-культурного облика составляют памятники архитектуры, большая часть которых представляет произведение каменного зодчества, построенное в конце XIX – начале XX века. Такое наследие представляет собой бесценный капитал исторического, культурного, духовного, экономического, социального, туристического значения. У региональной и муниципальной власти есть четкое понимание о необходимости сохранения этих памятников истории. Город обладает, я считаю, бесценными историческими наследиями, более 100 объектов 18-19 начала XX века. Из них 24 объекта – это региональная и муниципальная собственность, 15 объектов – это собственность федерации и порядка 50 лишних объектов – это частные лица. Что мы сделали? В этом году мы приняли в первой регионе за его существование, насколько я понимаю, программу реставрации таких памятников. 13 объектов уже начательно будет ремонтом по этому году, уже на 10 объектах идут работы. Вот 13 объектов мы делаем в этом году из региональных и муниципальных и оставшиеся объекты мы доделаем в следующем году в основном максимально. На данный момент работы ведутся уже на шести памятниках архитектуры. На большинстве из них предполагается ремонтировать фасады, а также цокольные части, ограды, ворота, крыши, укреплять конструкции. Остальные находятся на стадиях подачи заявок, подписания контракта, подготовки документов на экспертизу после доработки. В этот список входят здания областного противотуберкулезного диспансера, поликлиники, комплексного центра социального обслуживания населения, драматического театра, колледжа физической культуры и здоровья, государственного архива, краеведческого музея, отдела культуры администрации Шадринского района и исторической части здания школы номер 7. Отметим, что объекты культурного наследия, которые находятся в частной собственности, должны восстанавливаться владельцами. К сожалению, в Шадринске не все собственники уделяют внимание внешнему облику этих примечательных зданий. Следует также отметить, что работа по реставрации исторических объектов по госпрограмме области будет продолжаться и в следующем году.